Несколько моментов элементарной финансовой грамотности. Какой бы ни был у тебя доход, 10% от этого дохода следует откладывать на непредсказуемые, непредвиденные события. Второе. Следует жить посредством. Не следует брать сейчас, чтобы отдавать потом. Это касательно потребительских кредитов, это касательно займов у микрофинансовых организаций. Посмотри, как очень много людей думают о себе, что они много больше, чем на самом деле. Что они могут себе позволить телевизор подороже, взять долг дополнительный и нести его там еле-еле. Почему так люди живут? Потому что люди слабы. Слабы от соблазнов. Именно на этом построена вся реклама потребительского способа существования, загоняния в кредит. Потому что банкам нужны реально рабы, которые постоянно приносят банкам денежку от своего дохода. Я тебе говорю, 10% откладывать в твой резервный фонд. А ты куда отправляешь 10%? На оплату кредита банка. Почему ты так сделал? Потому что ты хотел купить телевизор большего размера или машину большего размера, или что-то такое. Ты хотел сейчас пожить, а заплатил за это своим будущим. И это только первый шаг. Когда ты вместо того, чтобы формировать себе фонд непредвиденных ситуаций, ты отдаешь 10% банку. А сейчас ты потерял работу, ты не можешь оплачивать банку кредит. И что? И банк забрал у тебя эту машину, квартиру и так далее. Ты все потерял. Кстати, есть прекрасный эксперимент про зефирки. Он так и называется, зефирочный тест. Детей сажают и говорят им, если ты полчаса вот эту зефирку не скушаешь, мы тебе дадим еще одну, скушаешь потом две. Ну и казалось бы, да, разумно, да, подождать полчасика, вытерпеть, тебе дадут две. Но когда взрослые уходят, через одну, две, три минуты большинство скушает эту зефирку. А потом, когда через 15-20 лет замеряли, что случилось с этими детьми, типа оказывается, что те дети, которые имели терпение задержку включить и полчаса подождать, у них по жизни лучше все получалось. В нашей голове существует так называемая область, что ли, коры головного мозга, которая отвечает за задержку. Наша способность задерживать что-либо. Очень многие студенты занимались бизнесом у нас вообще в физтехе. Ноги. Жрать было нечего. Вынужденные предприниматели начинали заниматься бизнесом. Так вот, кому улыбалась удача и у кого появлялись деньги, студенты делились на два типа. Первые вообще не включали никакой задержки, людей не появились тут же. Смотри, машины, квартиры, рестораны, девчонки там, виски, black label, blue label, ну, сам знаешь. И были студенты, ребята, которые, как бы вообще ничего этого у них не было. Хотя им очень хотелось. Я себя имею в виду, нам очень хотелось. Какая-то часть головы отправляла все наши деньги, усилия, фокус внимания, концентрации на новое производство построить. Новую линию, новые технологии. Увеличить географическое покрытие бизнеса и так далее. Задержку следует тренировать. Как тренировать? Отказывать себе в том, что тебе очень хочется. Хочется телевизор побольше? Перехочется, блин. Хочется машину? Перехочется. Тренируй задержку. Не следует жить взаймы. Слишком дорогая плата. Всегда есть большее, что уготовано человеку. Каждый человек может больше зарабатывать в 2 раза, в 3 и даже в 10. И в тот момент, когда у человека все стабильно, типа стабильно, он должен думать о том, как зарабатывать больше. Если твои доходы со временем не повышаются, ты обязан найти способ поменять работу, дело, бизнес, окружение. Это очень мощный индикатор финансовой грамотности. Доходы либо растут, либо ты деградируешь. Есть очень простой индикатор роста доходов, на который можно ориентироваться. В каждой стране, в каждом обществе есть показатель, ну, условно говоря, инфляции цен. Твои доходы должны расти где-то примерно со скоростью в 2 раза превышающей инфляцию в минимум. Ну, максимума нет. Максимум может быть любой. Минимум опережения инфляции в 2 раза. Если ты поставил себе индикатор, что на 10% должны вырастать твои доходы в год, то за 10 лет в 2,5 раза вырастут твои доходы. Есть люди, которые годами живут в состоянии, когда они довольствуются, например, зарплатой 15 тысяч, 20. Потом они к этому привыкают. Дальше они из этой ловушки выбраться не могут. И внимание, что они в этот момент думают? Они думают, что работы нет. Никто не платит. Опасно покидать работу за 15-20 тысяч, которые сейчас есть, иначе другую не найдешь. Они убеждают себя и ищут тысячи доказательств среди себе подобных, что это так. Но дело в том, что их окружают в этот момент люди, действительно, те, которые соглашаются, работают на 15-20 тысяч. Среди них есть поверье, что другой работы нет. То есть они занимаются самоубеждением. Они ищут доказательства, они находят эти доказательства. В результате изолируют себя от мира тех рабочих мест, где 30 тысяч, 40, 50 и больше. Это есть гигантская проблема так называемого шаблонированного представления о мире. Мы, люди, мы действительно думаем социальными шаблонами. Ну, это так. То есть если мы живем среди определенных людей, мы впитываем эти шаблоны и думаем ими. Ну, а какими еще шаблонами может думать ребятенок, который смотрит на взрослых, которые работают за 15 тысяч, и пачка сигарет, и пивасик – это такое удовольствие, которое у них есть. Что произойдет в голове этого человечка, маленького человечка, будущего взрослого? Он скопирует точно такое же поведение в будущем. И он пополнит ряды этих людей. Я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что вон, посмотрите, сколько много профессий, где можно зарабатывать больше. Они мне говорят, нет, посмотри, ты врешь. Хорошо, говорит, рассуждать такому успешному человеку, как Игорь Рыбаков, но мы, говорит, не видим. Ну, окей. Человек всегда ищет доказательства того, что он себе придумал. Ну, он так устроен. Поэтому представление людей, которые думают так, их много, они смотрят, Вася тоже так думает и так далее, они блокируют от возможности вырваться из этого порочного круга. Поэтому я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что из любого порочного круга выйти проще, чем кажется. Итого, несколько советов финансовой грамотности. Можно прямо на стенку себе написать. Три момента. Первое. 10% от любых доходов, которые ты получаешь. Второе. Твои доходы должны расти со скоростью в два раза опережающую эфляцию. Третье. Окружи себя людьми, среди которых представление о двух первых нормах является шаблоновым. То есть они не сомневаются в необходимости откладывать 10% от дохода в резерв. И второе. Они не сомневаются в том, что доходы должны расти со временем. Вот эти три момента элементарной финансовой грамотности, я гарантирую, что их достаточно для того, чтобы вырваться из нищеты.